Добрый день, друзья! Сегодня в новостях от Приан мы поговорим о специфике программы гражданства Египта. Познакомимся с обзором цен на недвижимость в мире. Ну а начнем с кратких новостей. К 2025 году Финляндии могут начать регулировать краткосрочную аренду. Пока речь идет только о крупных муниципалитетах. Там хозяева жилья, сдающие его посудочно, должны будут подать заявку на получение специального разрешения. Местные власти хотят зафиксировать стакус подобных апартаментов как по сути коммерческого объекта и применять к нему соответственно более жесткие требования, уже не как к обычному жилью, а как, например, к гостиничным номерам. Например, квартиры под краткосрочную аренду смогут находиться лишь в домах, имеющих два раздельных выхода. Такое решение вызвано в том числе и недовольством финнов, которых не устраивает появление и частая смена новых соседей. Возникают ведь деликатные вопросы вроде права арендатора использовать общие складские помещения в доме. Возможно, косвенно власти рассчитывают увеличить число предложений аренды долгосрочной. Тут ведь особенно в туристических центрах за последний год появился некоторый дефицит. Аланье может стать самостоятельной провинцией или Илом. Сейчас регион, как известно, входит в провинцию Анталья. Но после президентских выборов власти заговорили об увеличении числа Илов. Сейчас их 81, а к празднованию столетия республики Турция, оно приходится на конец октября. Число могут довести до 100. Аланье удовлетворяет всем критериям самостоятельности. Здесь живет намного больше 100 тысяч человек. Здесь развитая инфраструктура. И до центра уже существующей провинции не так уж и близко – 135 километров. Ну а что это изменение может дать местным жителям и приезжим? Если решение будет принято, многие бюрократические вопросы, которые сейчас приходится решать в Анталии, можно будет закрывать ближе к дому. Теперь о том, что происходит с ценами на недвижимость в мире. Вопрос всегда интересный. Даже общие, очень усредненные цифры дают пищу для размышлений. Наши коллеги из Global Property Guide объединили информацию по 60 с лишним странам. Привели как абсолютные показатели, так и с учетом инфляции в национальных валютах. Что мы имеем к концу первого квартала? Только в четверти стран цены растут быстрее инфляции, которая в последний год высока. Но также примерно в четверти стран они падают даже номинально. Наибольшее снижение в странах австралийского континента, а также в Северной и Западной Европе. Например, в Финляндии за год минус 4,7%. В Германии минус 8,5%. А с учетом инфляции имеем соответственно минус 12 и минус 15%. Причина в общем на поверхности. Упал спрос. А упал он из-за удорожания кредитов, серьезного и не всегда соответствующего рыночному росту цен в предыдущие годы и общей нестабильности в мире. Падение цен вообще-то считается признаком кризиса, неоптимального состояния рынка. С другой стороны, заметнее всего недвижимость дорожает в Турции. Что с учетом, что без учета инфляции, что в лирах, что в долларах. Показатели вы видите на экране. Но ведь и они не свидетельствуют о нормальном состоянии экономики этой страны. Так или иначе, рынки охлаждаются. А лучшая ситуация в популярных у нас странах, где недвижимость дорожает и быстрее инфляции. В Дубае годовой рост 12,7%. В том числе более 5% за первые 3 месяца года. В Грузии 10,6%. В Таиланде почти 5%. Спрос на эти страны, в том числе со стороны иностранцев и не только россиян, последние 12 месяцев, рос. И ключевой вопрос сегодня, как долго еще это будет продолжаться? Прогнозы на ближайшие месяцы весьма сдержанные. Динамики конца 22-го, начала 23-го года не будет. Краткосрочные спекулятивные сделки едва ли будут успешны. Инфляция повсеместно снижается. К концу года и банковские ставки вроде как перестанут расти. Спокойнее в мире, правда, не становится. Но к шокам рынки уже привыкли. И несколько слухов о Египте. На днях с коллегами из Apex Capital Partners мы провели вебинар, посвященный программе гражданства этой страны. Формально она работает с 20-го года, но именно нынешней весной египетские власти, очевидно чувствуя интерес со стороны россиян, начали активно продвигать ее у нас. Эксперты Apex считают эту программу самой простой для заявителя, если сравнивать ее с другими еще работающими схемами в Турции и в Ануату. У заявителей есть 4 возможности совершить инвестицию. Безвозмездный взнос, по сути подарок стране. Депозит с возвратом денег в весьма нестабильных местных фунтах, да еще через 3 года. Вложение в бизнес и покупка недвижимости тут от 300 тысяч долларов. В последней схеме ограничения минимальны. Можно покупать и один объект, и несколько, и новые, и вторичку, и жилье, и коммерческие помещения. Нельзя только на Синайском полуострове. Интересно с оплатой. Египет страна вольная, здесь можно даже платить наличными, а еще говорят, что в ближайшие месяцы можно будет платить даже рублями. Еще из интересного. Заявитель сначала тратит 10 тысяч долларов. Это стоимость проверки кандидата египетскими властями. Дополнительно оплачивается стоимость юридических услуг. И лишь после того, как получено одобрение, можно уже приступать к переводу средств по той или иной схеме. И еще, что важно понимать. Условия программы, конечно, не базовые, скорее нюансы оформления, они все еще меняются и дорабатываются. Например, весной заявитель должен был дважды во время рассмотрения заявки приезжать в Египет. По нынешним правилам это можно сделать один раз, собственно, для сдачи биометрии. Сроки оформления формально от 6 месяцев. По практике ближе к 9. И загадывать тут тоже довольно трудно. Египетский паспорт трудно назвать тревел-документом. Из наиболее востребованных направлений он обеспечивает безвиз только с Гонконгом. Так что скорее это просто диверсификация рисков, которых в наши дни, увы, немало. Ссылка на вебинар и контакты экспертов по программе вы можете найти в описании к ролику. Ну а я на этом прощаюсь на неделю. Не забудьте ставить лайки и подписываться на наш канал всем мира и безопасности.